Друзья, всем большой привет! Сегодня разбираемся с болезнями огурцов. То, как выглядят симптомы дефицитов питания, поражения насекомыми вредителями и различными заболеваниями на листьях, плодах, огурцах. Почему образуются пустые цветы и как выглядят мужские и женские цветы. Поехали! Начнем с того, что я в двух словах расскажу, где мы набрали вот все это полное безобразие. Здесь на участке, на опытно-демонстрационном, конкретно сейчас он все-таки превратился в полностью опытный участок, где выращиваются семена томатов на элиту и на репродукцию, те, которые попадают в пакеты, и некоторое количество саженцев роз. Здесь мы огурцы не выращиваем, поэтому, чтобы собрать вот это все безобразие и безумие, пришлось походить в округе, везде это садоводство, пособирать все возможные больные листья, они уже начали увядать, поэтому будем говорить быстро, чтобы все было всем понятно. Начнем с того, как должен выглядеть нормальный, здоровый лист огурца, о котором беспокоиться не стоит. Размер у него должен быть средний, он не должен быть слишком большим, гигантским и огромным, примерно он должен быть чуть больше вашей ладони по размеру. Такие листья должны располагаться на огурце примерно по центру и чуть ниже. Высокие листья, которые наверху, конечно, будут мельче по размеру. Он должен быть плюс-минус равномерной окраски, на нем не должно быть каких-то четко выраженных жилок, прожилок, пятен, полосок, насекомых, паутинок и всего прочего. Он должен быть полностью чистым. И окраска его должна быть зеленая, но ближе к желтому, то есть такая зеленовато-желтая, приятная, красивая окраска. Если же листья на вашем огурце становятся вот такого огромного просто размера, они гораздо больше моей руки, практически в два раза, и приобретают слегка синюшный оттенок, это говорит о перекорме азотом таких огурцов. И на таких растениях будет куча листвы, они будут казаться мощными, большими, здоровыми. Они могут быть прям совсем гигантскими, могут быть чуть помельче, но тоже слишком большими для конкретного сорта. Это говорит о том, что азота было много. Либо был перебор с органическими удобрениями, либо с минеральными удобрениями. И лечить это нужно выравниванием баланса питания, то есть обработкой таких растений фосфорно-калийными удобрениями в доступной быстрой форме. Например, монофосфатом калия по листу. Обращайте внимание, что когда вы обрабатываете огурцы по листу, или томаты, или любые другие культуры, попадать нужно преимущественно на нижнюю сторону листа, так как те отверстия, дырочки, те устица, через которые растения получат питание, находятся именно здесь. Сверху растения питания получать не будут. Сверху мы их обрабатываем только, когда защищаем их от болезней и вредителей. Это перекорм азотом. Ничего хорошего, зелени будет много, плодов будет мало. Один из вариантов нормы, когда листья у огурца желтеют в нижней части, это вот такое вот пожелтение. Часто это бывает ближе ко второй половине лета, или когда половина огурцов уже отплодоносила. Так проявляется типичный дефицит азота. Если это вторая половина лета в открытом грунте или теплице, и как бы урожайность вас в принципе устраивает, то это можно ничем не лечить. Просто по естественным физиологическим причинам в почве во второй половине лета, либо при длительном возделывании культуры в теплице, происходит ухудшение азотного питания. Просто потому, что бактерии перестают его переорабатывать и закреплять азот в почве, просто потому, что он со временем вымывается из нее. Если же огурцы только начинают свой активный рост и начинают только плодоносить, тогда, конечно, вот такие дефициты азота нужно лечить. Проще всего это сделать аммиачной селитрой в количестве 5-7 грамм на 10 литров воды поливом растений под корень. Но обратите внимание, что подкармливая огурцы азотными удобрениями, если это не мочевина, а любой другой вариант удобрений, то полив проводим строго под корень без попадания вот этого раствора воды на листья. Иначе в этом случае вы можете получить ожоги прямые от концентрации удобрения или солнечной ожоги от наличия капель воды на растениях. Вот это дефицит азота, его можно лечить, можно, в принципе, ничего с этим не делать. Еще один типичный симптом дефицита азота у растений это истончание кончика, когда огурец кончику становится совсем тоненьким. Особенно это проявляется на совсем молодых огурчиках, которые только-только завязались. Здесь, конечно, не крайний вариант, но один из таких, когда начинает истончаться кончик. Вылечить это тоже достаточно просто применением мочевин или аммиачный селитр в количестве 5-10 грамм на 10 литров воды. То есть от 0,5 до 1 грамма на 1 литр воды поливом строго под корень. А обращаю внимание еще, что у этого огурца есть такое легкое загибание кверху. Когда же огурцы совсем сгибаются в такую коралечку? Это говорит о том, что полив производился слишком холодной водой. И воду нужно все-таки отрегулировать. Поливать растения либо из бочек, где вода отстойная и теплая, либо проводить полив специально подогретой водой. Вариантов может быть на самом деле целая масса. Варианты, когда пожелтение листа не норма, и лечить это обязательно, срочно, важно и необходимо. Если на листьях огурцах проявляется вот такая мраморность и пятнистость, причем которая сочетается одновременно с наличием небольших таких тонких паутинок, особенно в основании листа, вот в этой ложбинке, и таким ощущением, будто бы листья присыпаны слегка мукой, то это однозначное повреждение паутиным клещом, причина, по которой сочетать в одной теплице перцы и баклажаны не лучший вариант. Бороться с этим обязательно, что для этого необходимо. Самые пораженные листья, самые больные, лучше всего, конечно, срезать и сжечь, потому что выбросить на другой участок, куда-то в компостную яму, не вариант этого делать, не нужно, так как паутинный клещ с этих участков может легко разнестись по вашей теплице. Лучше всего работать, когда вы обрабатываете растение от паутиного клеща, в одежде, которую вы сразу сможете снять и постирать, так как и на одежде он сохраняется и великолепно переносится по всему участку. После обработки от паутиного клеща одежду обязательно стираем и убираем на карантин, скажем так, чтобы не подзаражать другие растения. Обращаю внимание, что с паутинным клещом бороться непросто, так как у этого насекомого, который является на самом деле паукообразным, не совсем насекомым, есть три активные фазы. Вообще их выделяют 4-5, но три фазы нам интересны. Это взрослые насекомые, это личинка и фаза между личинкой и взрослым насекомым. Так вот, биопрепараты работают только на взрослые насекомые, например, фитоверм или клещевит, который вы, возможно, когда-то применяли, и он у вас в теплице или в открытом грунте не подействовал. А не подействовал он, потому что работать с ним нужно правильно, и делать это нужно умеючи, скажем так. Фитовермом обрабатываем растения со всех сторон, сверху, снизу, обрабатываем обязательно почву, обрабатываем строения, которые находятся рядом с растениями. И обработку нужно проводить трижды. Первый раз, когда вы обработаете растения, фитоверм погубит только взрослые насекомые. И те насекомые, которые находились на фазе личинки, на фазе яйца, в этот момент будут абсолютно неуязвимы. И когда пройдет 2-3 дня, насекомые с фазы личинки успеют вырасти и дальше начать пожирать ваши растения. Яйца снова вылупятся, станут личинками и так далее. Это просто будет бесконечный цикл. Поэтому, используя фитоверм либо клещевит, обрабатывайте растения трижды. Обработайте сегодня, подождите 3 дня, обработайте еще раз, и так еще раз через 3 дня. Только в этом случае фитоверм поможет от паутиного клеща. Есть и другие варианты? Есть. Растения можно обработать любыми прилипателями. Зеленым мылом, дегтярным мылом. Можно облить пивом, даже на самом деле. Можно обработать любой газированной сладкой минеральной водой. Можно обработать лимонадами, на самом деле даже молочной сывороткой. Но это опять же сработает только на взрослых насекомых. Обрабатывать придется постоянно. И не факт, что все насекомые погибнут. Так как эти все прилипатели покрывают сверху тело насекомого, и оно просто не может дышать. Поэтому лучше отдать предпочтение недорогим биопрепаратам типа фитоверма. Следующая ситуация пожелтение листа, но не равномерное, а вот такими пятнами. Когда на растении вы видите повреждения в виде такой мраморной мозаики, здесь бывают два варианта. Если лист полностью покрывается такими пятнами буквально за одну ночь, это значит, что растение повреждается вирусным заболеванием. И такое растение придется выдернуть и сжечь. Удалять его с участка только таким вариантом. Я понимаю, что сжигание во многих садовых участках сейчас запрещено, но что поделать, есть наконец-таки баня. Такие растения мы только сжигаем. Если же вот эти выпадения, вот эти мраморные частички, вот эти пятна на листьях проявляются единичными, отдельными, это означает, что растение начало болеть пероноспорозом. Это очень неприятное заболевание, но вылечить его возможно. В запущенной стадии пероноспороз на листьях огурцов выглядит примерно каким-то таким образом. У растения появляются на месте вот этих вот мраморных кусочков сухие пятна, и он вот так вот прям крошится лист. Вылечить это довольно легко, но применять здесь все-таки стоят системные качественные препараты. Обратите внимание, что консента, провизор, является системными препаратами, попадает сосудистую систему растений и практически не накапливается в плодах. Если у вас большие промышленные посадки огурца, то, конечно, без вариантов. Только обработка консента либо привикуром, либо провизором. Вот эти три варианта помогут от пероноспороза. От него же могут помочь и препараты меди, но с ними надо быть аккуратными. Например, обигапик или хом. Это хлорокис меди, которая уже безопасна для растений. Можно смело просто разводить по инструкции и обрабатывать растения. Можно обрабатывать бордосской смесью или даже медным купоросом, но теперь прям dangerous, attention, внимание, пожалуйста. На нас уже наезжали по этому поводу, поэтому я расскажу, что с медным купоросом нужно уметь работать. Как с ним работать? Медный купорос имеет сильно кислотную реакцию среды. pH у него около 1,2. Это примерно соляная серная кислота. Поэтому, если вы хотите применить медный купорос, то его обязательно необходимо погасить при помощи соды обычной пищевой, при помощи мела или извести. По сути, вы получите бордосскую смесь, так как применяя прямо так кислотным средством листья молодые на растении, вы его 100% убьете. Если применяете медный купорос, то в концентрации 0,5-0,7%, 50-70 грамм на 10 литров воды. И обязательно добавляйте соду до того момента, пока она не прекратит бурлить. Смешивать эту всю субстанцию нужно только в пластиковых ведрах, потому что медный купорос, опять-таки, кислотный. Не все металлы выдерживают жесткие кислоты. И работать с ним только в перчатках и обязательно работать в маске, так как при реакции будет испаряться огромное количество газа, который нам крайне вреден. Поэтому с медным купоросом украть и он может, опять же, накапливаться в плодах. В этом ничего особо хорошего нет. Пятна на листьях огурца, которые не являются пероноспорозом. Да, это все сложно, я понимаю, но, надеюсь, наши примеры помогут вам объяснить и понять, в чем разница. Если на листьях вы обнаружили тоже такие же пятна, которые похожи на пятна пероноспороза, но при этом сам лист остается нормальной окраски, полностью зеленой, переверните лист на обратную сторону и посмотрите его изнутри. Если это пероноспороз, либо вирусное заболевание, то лист будет целым. Он просто будет в пятнах, но целым. Если это повреждение насекомыми вредителями, то снизу лист будет как будто бы такой, знаете, покоцанный, покушанный, потому что у многих насекомых вредителей либо сосущий, либо грызущий ротовой аппарат. То есть они будут прям частичками выгрызать растения снизу. В этом случае тот же самый фитоверм, абсолютно по такой же схеме, как при борьбе с паутинным клещом, двумя минутами ранее я об этом рассказала. На самом деле, наверное, не двумя, а минут семь назад, пять назад. Переходим уже непосредственно к самим плодам. Что бывает на плодах? Плоды у огурца бывают вот такой вот странной формы. Перетянутые посередине, по центру. Здесь есть несколько вариантов. Их три на самом деле. Первый вариант, он простейший, это когда на зависть огурца, на сам цветок попадает слишком холодная вода. И посередине, по центру появляется вот такая вот перетяжка. Лечить это, опять же, элементарно, просто наливая воду в какие-то емкости, отстаивая ее, поливая растения только теплой водой. Такое еще иногда происходит от дефицита калия. Хотя более типичная ситуация будет, фотография где-то вот здесь, когда растения приобретают конкретно грушевирную форму. Такое тоже иногда происходит при дефиците калия, но часто это сочетается с пожелтением листа по краю и его сухостью. Фото тоже будет где-то здесь. Если листья на растении нормальной окраски, но плоды при этом вот такой формы, то это 100% полив холодной водой. Бывает еще одна ситуация, когда огурцы приобретают вот такую форму, это все не страшно, это все нормально. Это опыление партенокарпических гибридов пчелами. Ну, не обязательно пчелами, любыми насекомыми. Здесь прикол в том, что партенокарпические огурцы изначально задумываются с тем условием, что они сформируют плоды без опыления. Для природы это не совсем нормально. Для природы это баг, для природы это неадекватно, потому что такие плоды, которые формируются без зависти, они не имеют в себе внутри семян. Поэтому природа стремится избавиться от таких плодов. И, конечно, с радостью происходит опыление, если пыльца успевает созреть в цветке до образования самого плода. Если на партенокарпических огурцах как-то заведутся насекомые, допустим, пчелы, они опылят такую зависть, и получится вот такой плод с перетяжками. В принципе, это не страшно, ну, просто немножко некрасиво. Еще иногда на огурцах появляются круглые плоды. У нас таких, к счастью, нет, фотография будет где-то здесь. Такое бывает на гибридах, когда у гибридов просыпаются гены предков. Так как круглые огурцы, это изначально дикорастущие огурцы, они выглядели вот как раз примерно таким образом. И вот те дикие огурцы, я не знаю, у вас как называли? Бешеные огурцы тоже, да? Дикое вот это вот растение, которое с колючками, с шипами такое. На кивано чем-то похоже, очень отдаленно. А вот это предок огурца. Примерно такие растения огурца были когда-то давно, когда он в диком виде проживал в Латинской Америке и ближе к экватору. Это просто проснулись гены предков. Предотвратить это, вылечить это, понять, что так будет, никак, к сожалению, невозможно. Нужно просто принять этот факт и либо просто посмотреть, поворащивать на такое странненькое растение, рассказать детям, что смотрите, огурец вот так вот выглядел. Либо его просто вырвать с корнем и заменить на новый огурец, который можно посеять семенами. Поэтому какая-то такая штука. Мне что-то хочется его кидать. Это прям непреодолимая тяга. Как котики бывают, знаешь, так залезут на тумбочку, а там стакан стоит на краю. И они такие тык-тык-тык-тык-тык-тык. Какие еще могут быть ситуации с плодами огурцов? Мы сейчас совсем скоро будем заканчивать, просто надо рассказать. Обязательно посидите чуть-чуть, пожалуйста, потерпите. Надеюсь, ролик будет полезен. Вот так выглядит нормальная зависть. Это женское растение, женский цветок. Когда, знаете, иногда на описаниях огурцов пишут, что с преимущественно женским типом цветения, имеется в виду, когда на растениях формируются в основном или только вот такие вот цветки, у которых в основании есть уже как бы начинающий расти огурчик. При этом далеко не всегда такой огурчик может вырасти в полноценный. Иногда происходит ситуация, когда такой огурчик завидает, желтеет, осыпается и падает. Причин вот этому пожелтению, осыпанию, завязью огурцов примерно 600 штук. Из них основные могу назвать это стрессовые ситуации. Стрессом для растения огурца будет слишком высокая температура воздуха, слишком низкая температура воздуха, слишком мало полива, слишком много полива, холодная вода, нападение насекомых, вредители, дефициты питания, болезни и куча просто других причин. Объяснить, почему конкретно в этом ситуации зависть пожелтела иногда бывает просто нереально. Просто иногда существуют более устойчивые сорта либо гибриды, которые менее подвержены вот этим стрессовым ситуациям. У них просто, грубо говоря, панцирь крепче. Из нашего ассортимента это достаточно сильный, устойчивый растение, огурец корюшка, селедочка и семеро козлят. Эти три огурца, они вообще могут расти в кашпо, в теплице, в открытом грунте, при температуре чуть ли не минус 2, легком укрытии. То есть, им абсолютно все по барабану. Это гибридные качественные огурцы. В этом году у нас, кстати, появится новый гибрид огурца, который мы вам покажем уже совсем-совсем скоро. Вот он будет просто бомбический, феерический, намного устойчивее, чем корюшка, но пока секретное название. Оно очень забавное, я не буду спойлерить, но оно вот ближе к етиной матери нашему томату, чем корюшки и селедочки. Но нормальное, вполне себе адекватное. Нет, ну да. Дальше. Вот такие цветки, пустоцветные на огурцах. Откуда они берутся? Вот так выглядит мужской цветок, вот так выглядит женский цветок. Соответственно, пустоцветные на огурцах это просто мужские цветки. У портенокорпических гибридов в норме таких цветков быть не должно. Но иногда, опять же, при стрессовых ситуациях растение может начать выбрасывать такие мужские цветки, просто чтобы начала созревать пыльца. У таких цветков внутри вот здесь нет пестика. Вот у этих огурцов он есть, вот он, пестик, его там будет видно. Но показывать не будем, потому что неприлично показывать пестики и тычиночки. Я хотел подснять. Неприлично. Там есть пестики, а вот здесь есть тычинки. Огурцы, некоторые пчелопляемые, например, сорта и гибриды, гибрид тоже бывает пчелопляемыми, у них как раз таки в норме должны быть и женские, и мужские цветки, причем их соотношение 30 на 70. То есть 30% цветков будут мужских, 70% женских с уже имеющейся завистью. И чтобы эта зависть начала расти, должно произойти опыление мужской пыльцой и женского цветка. Для этого на пчелопляемых сортах и гибридах рекомендуется проводить минимальную формировку. В норме на центральном стебле пчелопляемых сортов и гибридов растут в основном пустоцветы, в основном мужские цветки. И вот они потом служат опылителями для женских цветков, которые формируются на боковых побегах. Поэтому на пчелопляемых сортах после пятого-седьмого листа макушку прищипывают, удаляют, и огурец начинает наращивать боковые плети, на которых уже формируются женские завязи, женские растения, женские растения, еще и несу. Женские, короче, плоды. Просто плоды опыляются, растения плодоносят. Вот и все. Это основные заболевания огурца. Про горечь еще два слова расскажу про горечь. Почему она бывает? Когда жопка у огурца начинает горчить, сейчас проверим, кстати. Она перестала горчить, до этого горчили. Мы пробовали. Сейчас прожую. Рубрика прожую началась опять. Когда у огурца горчают жопки или полностью весь огурец, это значит, что растение начало через степель вот сюда, вот в это место выбрасывать вещество, которое называется кукурбитоцин. В норме кукурбитоцин вообще присутствует в растении всегда, но накапливается в степлях и частично в листьях, частично в корнях. Для того, чтобы в стрессовой ситуации, например, жара слишком высокая, слишком низкая температура, недостаток полива, избыток полива, насекомые, вредители или болезни, выбросить этот кукурбитоцин в плод, сделать плод невкусным, не особо съедобным, и чтобы семена могли полностью созреть. Но так как в природе даже дикие огурцы не сами по себе являются горькими, но не настолько горькими, чтобы их не есть. Конечно же, животные, птицы, насекомые приспокойненько едят огурцы, ну как и мы с вами, а для растения, что у него съели огурцы, это то же самое, что забрать у него детей. Растение должно сформировать эти плоды, в них должны вызреть семена, это по сути его генетическая миссия на этой планете, а мы просто приходим и забираем у него детей, забираем семена. Растение говорит, но-но-но-но-но-но-но-но, стрессовая ситуация, стало слишком холодно, скорее всего, приближается какая-то неблагоприятная погода, приближается зима, надо быстрее хоть как-то оставить потомство на этой планете и продолжить, знаете, как у Басты, когда меня не... Вот, это про него. Кажется, домой надо начинать скоро ехать, пора. Огурцы начинают выбрасывать кукурбитоцин, чтобы стать несъедобными, и чтобы это вылечить, либо нужно выращивать гибриды, которые имеют генустойчивости к выработке кукурбитоцина, то есть в нем, в принципе, он не накапливается, то есть это те же самые стрессоустойчивые огурцы. Корюшка, селедочка, семеро козлят, но у нас, конечно, и другие тоже есть стрессоустойчивые. А некоторые, особенно сортовые огурцы, более подвержены такому влиянию, плюс потому, что у пчелоопыляемых огурцов семена формируются, у портенокорпических гибридов они не формируются, поэтому портенокорпические гибриды, которые бессемянные, они, по сути, выродки природы, они такие в природе, в дикой, не должны были сформироваться, они часто не имеют вот этой вот горечи в своем основании, скажем так. Поэтому нужно выявить, какой стрессовый фактор сыграл роль, то есть понять, что либо вы холодной водой, может быть, поливаете, либо нападение насекомых, вредителей и так далее, устранить этот стрессовый фактор, и горечь в огурцах пройдет. Друзья, в теплице жарко, время уже много, хочется очень кушать и домой, поэтому мы будем с вами на сегодня прощаться, надеюсь, ролик был полезен, обязательно оставляйте комментарии, делитесь этим роликом со своими друзьями, с теми, кому вам не жалко поделиться добрыми и хорошими советами, подписывайтесь на канал Агрофирмы Семена Алтая, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok